С ним говорит Бог? Это не психоз, просто он верующий. В анализах крови лишь одна проблема – низкий натрий. Нет, ты говоришь с Богом, ты верующий. Бог с тобой, ты псих. Для многих религии больше, чем просто символика. Это не значит… Бог говорил с тобой в семинарии? Нет. Мы выиграли, Бог в пролёте. Либо он псих, либо шарлатан. Вообще-то это было впечатляюще. Ну да, говорящий пусто, всё такое. Круто. Он умён, вежлив, благороден, не похож на 15-летних. И сказал Кэмерон, что Бог хочет, чтобы она перестала злиться на меня из-за статьи. Бог в курсе, что ты спёр статью, Кэмерон? Он в курсе, что она мечтает отомстить. Это в прошлом. Да, вижу по невербальной берлинской стене между вами. И как только он смог заметить. Низкий натрий. На Одессона проверяли? Пигментации нет. И уровень калия в норме. Цирроз? Печень в порядке, трансминазы в норме. Расследим за уровнем поступления солей, чтобы поднять натрий. Не больше одной миллимоли на литр в час. Нужен анамнез. Посмотрим, нет ли проблем с наркотиками и галлюцинацией. Я этим займусь. Хотите поговорить с пациентом? С ним говорит Бог. Было бы самоуверенно считать себя лучше Бога. Значит, ты у нас знахарь. Или это уничижительно? Может, лучше божественное управление здоровьем? Бог, возможно, сообщил, что я зайду. Можно и знахарь, доктор Хаус. О, это было круто. Ты даже не добавил. Я видел букву Х и белый халат. Медсестры много о вас говорят. Не верим. У меня в штанах муляж. Вера – синоним невежества, не так ли? Никогда не понимал, как можно гордиться верой в то, что нельзя доказать. Словно это подвиг. Бог просит нас о доверии. Нельзя любить, не доверяя. Доверие нужно заслужить. Нельзя доверять тому, кто прячется в чулане. Вы никому не верите. Выглядишь вменяемым. Апатия нет, а сознание ясное. Какие таблетки принимаешь? Никаких. Иногда аспирин. Я порой увлекаюсь и забываю поесть. А потом от голода болит голова. То есть аспирин в больнице – это нормально. Интересный подход для человека, избавившего энное количество людей от похода к врачу. То, что я верю в молитву, не значит, что я не верю в микробы и токсины. Эту бутылку уже открывали. Вы налили воду в коридоре? Да. Как часто вы это делаете? Пару раз в час, он много пьет. Туда могли попасть микробы? Думаю, туда могла попасть вода.